На торжественной церемонии в Большом зале мэрии Ярославля собрались представители лучших предприятий города, отмеченных по итогам 2017 года. В списке 15 победителей. Это лидеры химической промышленности, металлообработки, машиностроения и производства электрооборудования. Хочется поблагодарить финалистов, пожелать вам благополучия, придачи. Я думаю, что традиции мы будем соблюдать с года в год. Это мероприятие будет проходить, но у нас финалистов с каждым годом будет состояться все больше и больше. Среди победителей один из лидеров нефтехимической промышленности «Славнефть Янос». Предприятие одержало победу сразу в четырех номинациях. Кроме признания лучшим в своей отрасли по результатам производственной деятельности, в прошлом году завод был отмечен дипломами и наградами за вклад в охрану окружающей среды и впервые за благотворительную деятельность. В прошлом году Янос выделил более 8 миллионов рублей на восстановление парка «Нефтяник». Эту инициативу поддержали ярославцы, проголосовав за реконструкцию парка в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». И уже в июне эта работа должна продолжиться. Кроме того, нефтеперерабатывающий завод вновь признан предприятием высокой социальной эффективности. Система действующих мер социальной защиты для его работников остается лучшей в регионе. Из самых важных направлений можно отметить это бесплатное питание, полный спектр медицинских услуг за счет добровольного медицинского страхования, различные льготы, компенсации. Мы постоянно развиваем это направление и будем не снижать темпы. Также на торжественной церемонии были вручены дипломы победителям городского конкурса «Человек труда, сила, надежда и доблесть Ярославли». С 2003 года этот конкурс ежегодно проводят в городе. За это время сотни горожан, внесших немалый вклад в развитие экономической, культурной, социальной и других сфер жизни города, стали его лауреатами. Александр Захаров, Денис Ромашов. День в событиях. Спасибо. 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 Спасибо.